Сквер у обелиска в селе Быковотрок превращается в центральную зону отдыха. К Дню Победы здесь привели в порядок сам монумент, а также обустроили площадку перед ним, поскольку раньше жители села не могли проводить рядом с обелиском памятные мероприятия. Не было места. На обновлённом памятнике – табличка с именами односельчан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Работу по поиску данных проводили учитель истории и ребята из местной школы. Это их вклад в общее дело по созданию сквера памяти. Вообще, эта территория объединила усилия и жителей, и предприятий, расположенных в Быковотрокском муниципальном образовании. Участвовали ФОСАГРА, участвовали непосредственно Металлургический комбинат, участвовали Транснефть. Совместно мы, депутаты областной думы, также подавали данный проект на инициативное бюджетирование. Для того, чтобы объединиться, аккумулировать средства и здесь обновить обелиск и создать вот такую комфортную зону отдыха и зону памяти. Проект был реализован достаточно в короткие сроки. Сегодня мы собрались для того, чтобы посадить деревья, чтобы все это приобрело такой законченный благоустроенный вид. На днях в сквере появились первые зеленые насаждения. Жители села присоединились к международной акции «Сад памяти». Вдоль центральной аллеи высадили березы, а вокруг кустарники и сирень. Саженцы предоставил Балаковский филиал АО «Апатит», поскольку в этом проекте химики отвечают именно за озеленение. Деревья и кустарники в настоящий момент сажаются таким образом, чтобы не мешать дальнейшим этапам реконструкции, потому что в этом году мы делаем только первый этап, на который у нас хватило финансирования благодаря компаниям, которые принимали в этом участие. Всего наш проект состоит из трех этапов. Второй этап – это мы будем благоустраивать следующую пешеходную зону. И поэтому озеленение будет продолжаться, но после того, как появятся следующие пешеходные дорожки. Местные жители также активно участвовали в высаживании деревьев и кустарников, потому что знали – делают для себя. Этот сквер – практически единственное место в селе, где можно отдохнуть. До благоустройства здесь была старенькая детская площадка, на которой и встречались сельчане. А теперь красивая аллея с комфортными лавочками. Гуляешь, и душа радуется. «Все хорошо сделали, как было и как сейчас – отлично. Все сиро, все падало. Сейчас сделали очень хорошо». «Все преобразилось. И вот эти деревья очень хорошо смотрятся. И жители села очень хорошо принимают участие. Активные очень все». Благоустройство парка Блиссобелиска – хороший пример того, как совместными усилиями можно привести территорию в порядок, создав в небольшом селе центр притяжения. А ведь такие проекты можно реализовывать и в других поселениях. Главное, чтобы жители проявили инициативу, а помощники найдутся.